Историк в центре скандальной истории в социальных сетях. Учителя элитной московской школы Бориса Мерсона обвинили в связи со старшеклассницами. Учебное заведение в самом центре Москвы считается одним из ведущих математических в России. Особо гордятся там работой с одаренными детьми. Поступить в 57-е, говорят, сложно. Есть свой суровый конкурсный отбор. Отбор суровый, а порядки, судя по всему, специфические откровения выпускниц ужасают. Девушки говорят, что обо всем знали и учителя, и родители знали и молчали. Теперь информацию о собращении проверяют сотрудники Следственного комитета России. Все детали у Валерии Поповой. Это кадры из документального фильма «Моя перестройка», снятого в 2010 году. Обычная семья учителей ютится в скромной квартире а-ля 90-е. Пока сын учит уроки, взрослые рассуждают о жизни. Вот уже с 8-го или с 9-го класса стало ясно, что кругом очень много того, что говорят, того, что совершенно не соответствует действительности. Так искренне учитель истории Борис Мейерсон говорит о высокой морали и рассуждает о будущем своих учеников. Даже беспокоится за них по-отечески. Уже тогда, если верить комментариям в соцсетях, учитель высшей категории совращал своих несовершеннолетних учениц. Больше 16 лет мы знали, что учитель истории крутит романы с ученицами. Довольно симпатичный мужик, умный, ироничный, обаятельный. Не мудрено было влюбиться. И он больше не работает в школе. Потому что нехорошо спать с девочками-школьницами, если ты взрослый и их любимый учитель. О том, что много лет Мейерсон встречался с ученицами, знали все. Учителя, школьники и даже родители, уверяет журналист Екатерина Крангаус. Она сама училась в той самой элитной 57-й школе. Была возмущена замалчиванием проблемы, но публично в соцсети об этом заявила только сейчас. В 2005 году мы первый раз пытались что-то сдвинуть. Тогда школьники-гуманитарии начали писать в живой журнал посты с критикой учителей историй и намеками на проблему. В ответ Борис Мейерсон и учитель права Андрей Петраковский составили меморандум, запрещающий ученикам деформацию учителей. И это было оформлено как некий документ нравственности, позволяющий выгнать любого ученика, который сообщает неприятные сведения об учителе публично. Борис Мейерсон закончил педагогический университет в 90-м году и сразу устроился в 57-ю. Чтобы отдать ребенка в престижную математическую школу, придется пройти серьезный отбор. В правилах поступления указано, что ребенку нужно пройти от двух до шести собеседований. И это не считая профильного экзамена. Зато школьникам обещают светлое будущее и место в научной элите страны. Сейчас Мейерсона и его прошлое словно вычеркнули из памяти школы. На сайте ни одного фото с учителем, ни строчки о его работе. Сам учитель не вступает в переписку с разъяренной толпой. Словно ответ на все вопросы – последний его пост. Мейерсон выложил арию из оперы «Сивильский цирюльник». Дон Базилио, к слову, тоже учитель, который занимается с юной особой. Поет о страшной силе клеветы. Борис Мейерсон был уволен из московской школы месяц назад. Сейчас мужчина находится за границей, поэтому праздничная линейка 1 сентября прошла без любимого учителя. Валерия Попова, Лайф. Вопросов гораздо больше, чем ответов. Такое признание сделал директор 57-й Сергей Менделевич на сайте учреждения. Он предложил сформировать специальный общественный совет для расследования. Надеется, что в него войдут выпускники, учителя и родители. Я вижу свою задачу в том, чтобы собрать факты и получить все ответы. Необходимо сделать так, чтобы никаких белых пятен, замолчанных историй и прочего не осталось в нашей жизни. Не завелось впредь. Правдивая и честная информация должна быть доступна всем.